Доброе утро, друзья! Мы рады приветствовать вас и начать этот день вместе в одной компании с вами сегодня с Илья Салямова и Александр Ткачев. Мы работаем сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым24. И призваны сделать ваше утро не просто бодрым и веселым, но еще и информативным. И для этого я предлагаю перейти к самому главному, к новостям. Да, давай расскажем о том, что же интересного происходит не только в Крыму на самом деле, а даже далеко за его пределами. Ну, ты можешь представить себе, что Черное море на Балтийских волнах? Конечно, звучит странно, но давай разъясним, что же это все-таки значит. Пенсионер из Финляндии поймал волны радио моря и был этому очень сильно удивлен. Стоит отметить, что он принял сигнал крымского радио у себя в стране. И, конечно же, об этом сразу же написал в нашу телерадиокомпанию. С ним связалась наш корреспондент Оксана Куприянова и пообщалась с иностранным радиолюбителем. Здравствуйте, Ярмо. Крым на проводе. Как так получилось, что вы поймали сигнал крымской радиостанции? Такое становится возможным летом. Все дело в электромагнитном излучении, а также способности ионосферы иногда посылать сигналы на Землю, как зеркало. А как вы поняли, что поймали именно радио моря? Вы ведь совсем не знаете русского. Я услышал слова «радио моря», услышал музыку, а затем проверил по своему списку радиостанций, нашел там Крым и был очень счастлив. Спасибо вам большое за разговор. Мы желаем вам удачи и слушайте крымские радиостанции. До свидания. Теперь среди слушателей популярной на весь Крым радиостанции море, как говорится, плюс один. Ведущие обсуждают новость в прямом эфире. Ты сейчас призываешь какого-то мистического аниме-персонажа? Абсолютно реального человека. Абсолютно реального человека. Он живет в Финляндии. Вот. Продолжай. Зовут его Ярмо. Неплохо. И он поймал нас. Опровергнув стереотип про медлительных финнов, Ярмо Сутинин не только сразу отправил аудиозапись в Крым, но и не применил сообщить об этом в социальных сетях ведущим. Было очень неожиданно, очень приятно. Это как будто какой-то розыгрыш. И когда пришел фрагмент с такими очень сильными помехами, но с позывными нашей станции, мы ловимся в Финляндии. Это просто что-то невероятное. Впрочем, это уже не первый подобный случай. Кружок финских радиолюбителей, как шутя окрестили его диджеи, периодически дает о себе знать. В 2016 году нам пришло рукописное письмо. Это было очень интересно посмотреть, как Фин пишет на русском языке. Он говорил о том, что у него есть собственно созданная радиовышка, на которой раз в год приблизительно можно поймать сигнал радиостанции из России. И не только из России. Финский пенсионер ловит сигналы со всего земного шара. Такое у него хобби. В списке радиолюбителя уже 172 страны. Еще одно письмо от жителя из Финляндии. Здесь есть даже открытка. Пришло в редакцию «Радио море». То ли разница в климате, то ли всемирный интерес к полуострову, но факт остается фактом. Отношения между Крымом и Финляндией выходят на новый радиоуровень. Оксана Куприянова, Александр Смычек, Руслан Князев. Новости 24. Саш, ну вот а ты часто путешествуешь по Крыму? Где, например, любишь бывать? Ну, конечно же, больше всего я люблю южный берег Крыма. Но нужно сказать, что и западное побережье тоже таит массу необычных мест. А вот Евпатория, я так понимаю, тебя не очень привлекает? На самом деле, очень люблю Евпаторию. Ведь не зря ее до революции называли золото из песка. Но не только золото, еще и соль. Да, именно соль. Дело в том, что в Евпатории появится новый туристический объект, во время которого будут показывать, как добывается знаменитая розовая соль. Сейчас только готовится соглашение по поводу того, как же будет проходить экскурсионный маршрут. Но вот на пробной, так сказать, экскурсии уже побывали наши корреспонденты. Розовые озера и кристаллы под ногами – это территория старейшего солепромысла на полуострове. Добычу здесь ведут еще со времен Крымского ханства. Эти пейзажи всегда привлекали и горожан, и туристов. Людям очень интересно посмотреть на розовые озера, как происходит добыча соли. Поэтому вопросы интересные. И с удовольствием едут на экскурсии. Есть практически музейные экспонаты. Рапа протекает через эту деревянную трубу. Она сделана из дуба в 1925 году. Ни один другой материал в такой среде не смог бы прослужить столько лет. У них пытались итальянцы выменить трубу, меняя новые технологии. Потому что в Италии это невозможно сделать. Таких бандари больше нет. Менять не хотят, да? Не хотят. Надежно, проверено временем. Рапу подают соляные чеки. Так называются эти розовые озера, в которых выращивают соль. За сезон, который длится с мая по сентябрь, образуется пласт толщиной от 4 до 15 сантиметров. Снимают соль в начале осени. Это единственный в России солеуборочный комбайн. В этом году ему исполняется 85 лет. Каждый год его ставят на ремонт, полностью разбирают, снимают гусеницы, меняют запчасти и даже переваривают части металла. Все потому, что работать ему приходится в очень агрессивной среде. Чтобы собрать урожай, с озера сливают рапу и на солевое поле выезжает комбайн. Скоро увидеть процесс выращивания и уборки соли смогут жители и гости Евпатории. Туристко-информационный центр и руководство Сальпрома готовят соглашение о новом экскурсионном маршруте. Впервые мы готовы принимать производственные экскурсии. Сейчас прорабатываем схему маршрута, как это будет выглядеть, что людям показывать. И самое интересное людям рассказывать про нашу соль и про производство садочной соли. В зависимости от времени года экскурсии будут отличаться друг от друга. Весной – садка соли. Осенью – сбор урожая. Летом – розовые пейзажи для фотосессий. Вообще, у меня прям такое подозрение, что к нам будет приезжать большое количество фотохудожников профессиональных. И таким образом мы еще раз попияем Евпаторию, потому что такой снимок дорогого стоит. Некоторые наверняка будут подписывать марсианские пейзажи. Экскурсия на Сальпром – не первая новинка этого сезона. Накануне в Туристко-информационном центре презентовали экскурсию на медийно-устричную ферму. С точки зрения популяризации нашей Евпатории, как Евпатории гастрономической, Евпатории медицинской, как раз данный маршрут будет достойным дополнением ко всему этому. Новая экскурсия расширит рамки туристических возможностей города. Это поможет привлечь больше отдыхающих. Михалина Липко, Евгений Ефимов, Новости 24. Я думаю, что все заметили изменение декорации вокруг нас. Мы вещаем прямо с крыши жилого дома, жилого комплекса «Альфа», откуда открывается самая потрясающая панорама города Симферополя. Ты знаешь, Саш, мне кажется, здесь можно не только вести эфир, но также могла бы расположиться, например, крымская гидростанция, гидрометеостанция, которая могла бы составлять прогноз. Почему? Потому что вот посмотришь на этот вид, и сразу понятно, будет сегодня дождь или нет. Вот облаков нет, значит, все будет хорошо. Но на самом деле, какой сегодня прогноз ожидается, мы предлагаем посмотреть прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Напоминаем, дорогие друзья, гости и жители полуострова, что в Крыму сохраняется высокая пожароопасность. Об этом не стоит забывать, потому что, выходя на природу, это очень важно. Но стоит отметить, что сегодня в Симферополе переменная облачность, без осадков, дует северо-восточный ветер, порывы которого днем достигают 15 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до 31 градуса. В Севастополе переменная облачность и тоже без осадков. Температура днем до 30 градусов тепла. На южном берегу Крыма там тоже переменная облачность, но днем, правда, ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит 30 градусов выше нуля. В Керчи переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 30 тепла. Температура воды в Черном море, в Феодосии, плюс 25. В Алуште прогрелась до 23 градусов. В Ялте тоже 25-градусная температура. Теплее всего вода в Керченском проливе, там 26 градусов со знаком плюс. И в Азовском море там тоже плюс 26. Ну я знаю, где еще теплее вода. Где? В фонтанах. И я даже почти уверен, что ты наверняка в это воскресенье пойдешь купаться в фонтанах. В фонтанах? Ну, Саш, нет, я не делаю этого и не предпочитаю. Ну я знаю, что 2 августа в Симферополе пройдут мероприятия, посвященные 89-й годовщине со дня создания воздушно-десантных войск. Стоит отметить, что все мероприятия начнутся в 10 часов утра в Гагаринском парке. Конечно же, там примут участие и первые лица республики, но и будут сами ВДВшники. Так что заранее их уже поздравляем с праздником. А то, что купаются в фонтанах, ну, я думаю, на самом деле, это какой-то такой стереотип, не очень красивый, шаблонный. Поэтому мы не будем... Это традиция. А, конечно, рекомендовать это делать мы не станем, потому что фонтаны, напоминаю, вода в них, она обработана специальными веществами, которые, скажем, не дают ей запресневеть. Поэтому купаться в них не рекомендуется. Тем более, у нас столько морей вокруг, где можно это сделать. Действительно, грех идти в фонтан, если есть Черное море, самое синее на свете. Ну, а сейчас, я думаю, самое время рассказать о том, какие мероприятия ожидаются сегодня и куда же можно сходить. В Симферопольском художественном музее выставка фондов Новгородского музея-заповедника, литография «Древняя Москва», «Аполлинария Воснецова» и «Афорты», что может быть лучше природы Ивана Шишкина. С работами великих русских художников можно познакомиться до 18 августа. Крымская республиканская библиотека имени Ивана Франко приглашает на открытие книжной выставки «Строительство дома от А до Я». Посетителям представят специальную литературу и периодические издания об индивидуальном жилом зодчестве. В Центральном музее Таврида выставка «Таврический вояж», посвященная путешествию Екатерины II в Крым 1787 года. В основе экспозиции – раритетные экспонаты, мундирное платье императрицы, походная кровать, зеркало, замковый камень Бахчисарайской триумфальной арки. Время работы музея с 9 до 18.00. На сцене Крымского академического театра – спектакль «Палата бизнес-класса». Действие пьесы проходит в элитной клинике, где встретились два пенсионера – известный в прошлом актер и нечистый на руку чиновник. Неожиданное развитие событий комедии удивит даже бывалых театралов, начало в 19.00. На экранах кинотеатров – мелодрама «До скорой встречи». Неприятные события преследуют звезду отечественного футбола, то серьезная спортивная травма, то любовные разочарования. Однако злоключение – прелюдия встречи настоящей любви. Ремейк легендарного мультфильма «Король лев» придется по вкусу как молодому, так и старшему поколению. Картина в деталях повторяет историю львенка Симбы, впервые вышедшую на экраны 25 лет назад. Ожившие с помощью компьютерной графики персонажи помогут пережить знакомые ощущения с самого начала. Саша, ну ты знаешь, что ученые выяснили, какие признаки присущи профессиональному выгоранию? Да, я про это прочитал уже. Действительно, это может быть как соматическая симптоматика, головные боли, бессонница, раздражительность, так и, ну скажем, моральные некоторые свойства. Это неудовлетворенность своей профессии, эмоциональная истощенность, негативное отношение к своему роду деятельности. Саша, ну вот я смотрю на тебя, ты знаешь, ни одного признака в тебе я не вижу. И вспоминая, как ты вчера пел, и как ты вчера шутил над нашими девчонками в редакции, я понимаю, что тебе это в ближайшие годы не грозит совершенно. Абсолютно верно, потому что я очень люблю свою профессию. И вообще людям творческим свойственно свое дело любить и быть отданным ему всецело. Как, например, художникам. Точно, художникам это совершенно не грозит. Вы понимаете, что это такая работа, даже это не работа, это хобби. Ты рисуешь, ты машешь кистями и чувствуешь себя совершенно замечательно. Ну, так ли это? Абсолютно верно. Но я предлагаю разобраться подробнее. У нас есть корреспондент, который в эту ситуацию глубоко проник. Итак, прямо сейчас об этом сюжет. Мазок белой краски, голубой, и вот оно. Небо голубое и бездонное. Легко и незатейливо на глазах крымского зрителя. Художник из Афганистана Заби Пайкан создает удивительную живописную картину. Если дома сидеть, писать, это не то. Надо общаться с людьми всегда. Пока у меня рядом всегда находится белийский друг, который его называют живопис, меня никогда не скучно. Работы автора пронизаны особым колоритом востока, мечети, табуны мчащихся лошадей, узкие переулочки и шумные базары. Художник рассказывает, что в основе творчества находится его внутренний мир, способность взаимодействовать с природой, жизнью, самим собой. Заби Пайкан при написании своих работ совмещает несколько техник и пытается экспериментировать с различными материалами. Вот, например, эту работу он написал на коже зебры, а вот эта выполнена на коже козы. Большую часть своих картин автор пишет на бархате. По словам художника, процесс создания таких работ очень сложен, но имеет особую глубину и объем. Я хотел, когда я создаю картины, чтобы они временно не оставались. На несколько поколений. Поэтому решил придумать текан. С краской ничего не будет, видите, даже с ногтями. А на холстисе попробовать, сразу все трескаться. И краски впитывают, они вот так долго живут. Детство и юность Заби Пайкана прошли в Афганистане, где он окончил художественную школу. 20 лет назад переехал в Москву. Там и начался творческий путь художника. В 2014 году он впервые приехал в Крым. Увидев живописные места, он решил остаться здесь навсегда. К сожалению, то, что у нас война, и я, когда в Крым попал, я почувствовал, как будет, я в своей родине нахожусь. Вот это воздух, вот это горный пейзаж, вот это море, вот эта красота. Меня души захватили. Необычная природа, действительно, очень красивая. В библиотеке Ивана Франко открылась персональная выставка мастера. Здесь представлено более 80 работ, портреты, натюрморты и пейзажи. Общее впечатление первых посетителей – восхищение и восторг. Так как я тоже творческий человек, меня художник очень вдохновил. Благодарю его за эту выставку. Первое чувство, которое я испытываю, это красиво. Невероятный объем передан в картинах. Очень яркие, глубокие краски. Выставка «Жизнь с искусством» будет радовать крымчан до 12 августа, где каждый желающий может ближе познакомиться с творчеством художника. В Сеаре Абляево Максим. Я предлагаю поговорить об искусстве, продолжить эту тему, ведь она такая всеобъемлющая. Тем более, у нас уже. Кстати, приехали издалека, для того, чтобы рассказать об этом искусстве. Музыканты, ты знаешь, как я трепетно отношусь к музыке, поэтому этих гостей я ждал очень давно. У нас в гостях художный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора Николай Зайцев. А также заместитель директора по концертно-гастрольной деятельности Уральского центра народного искусства Надежда Владимировна Старкова. Мы вас приветствуем в нашей студии. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, традиционный вопрос, как началось ваше утро нового дня? Очень хорошо, тем более такая изумительная погода. Я думаю, как же вы начали свою работу в такое прекрасное утро с хорошим, надеюсь, настроением, как и мы. Потому что Крым нас встречает только тепло, как и зритель, так и солнце. Ну, действительно, сегодняшняя погода вдохновляет не только вас, но и нас. Так, ну расскажите о том, как же вас принял Крым. Я знаю, что уже в нескольких городах вы выступили. Да. Как сами крымчане вас встречали? Вы знаете, очень горячо и очень эмоционально, потому что, кажется, лето, полное такое какое-то расслабление. Нет, да. Нет, на самом деле очень приятно. После каждого нашего концертного выступления, после концерта уральского хора, зритель вдохновленный, зрителю интересно, зритель окунается в культуру, национальную культуру Урала. И поэтому, видя всеобъемлющий наш концерт, потому что хор – это не только хоровая группа, но это балет и оркестр. И с каждым вот буквально последнее вчерашнее наше выступление. Оно не последнее, потому что мы только начали. Это пятное наше выступление было. Очень горячо. Зал, не буду скромничать, но даже в конце встает и говорит спасибо. А какая огромная география в Крыму. Люди приезжают с разных городов, и каждый оставляет частицу. Конечно, местные жители очень благодарят. И для нас это самое большое богатство, когда зрителю нравится, и зрители уходят одушевленные, одухотворенные. Николай Вячеславович, я позволю к вам обратиться как к коллеге, потому что по одному из образований это уже хормейстер. Раскрыть про свой хор. Какой у вас состав, сколько у вас человек, и немножко о репертуаре. Да, смотрите, у нас в этой гастрольной поездке нас общее число 61 человек. Вот, поэтому много, да, я говорю по своей структуре. Хор, вообще жанр народного хора, он универсальный. И артист не только поет, но и танцует, и играет, и все это взаимодействие. В современное время он универсальный артист. Конечно, самое наше богатство – это фольклор Урала, танцы, песни и музыка. Конечно, полюбившиеся советские песни, которые были в свое время, не побоюсь этого слова, хитами или шлягерами. Уральская рябинушка, которая до сих пор в странах исполняется во множество, и в Китае, и в Корее, это является хитом даже сейчас. И зрителю, конечно, кто-то вспоминает, кто-то открывает новое. Но программа построена у нас час 30 нон-стопом, без антракта и взаимодействия в танце. И, конечно, популярная народная песня есть у нас. И, конечно, самое главное – это основа фольклор уральский, который колоритный, и никто другой не исполнит это, кроме уральского хора. Более академический коллектив – это не жанр, это статус, за профессионализм дается и требует уже других обработок. Но эти обработки сочетаются с современностью, но при этом аккуратное сохранение особенностей традиции. Вот в этом тоже уникальность уральского народного хора. Наталья Владимировна, хотела к вам еще обратиться, узнать, я так понимаю, что гастрольный тур в Крыму завершился, хотя, нет, наверное, неправильно, все только начинается. Все только начинается. Действительно, у нас впереди еще большое количество концертов. Буквально завтра у нас концерт в Ялтинском театре в 8 вечера. С удовольствием приглашаем на этот концерт. Историческая площадка, очень красивое, очень атмосферное место. Я думаю, что зритель получит большое удовольствие, посетив этот концерт. 3-го мы будем уже абсолютно в другой части полуострова Крым, в Керчи, в Керченском ДК «Карабелл». 4-го августа мы будем в Порт-Имите, в санатории Крым. 5-го у нас «Судак». 7-го центральная площадка Симферополя, Симферопольский музыкальный театр. Всех ждем. Всех ждем с удовольствием. 8-го Евпатория и 10-го у нас Севастополь. Суммарно сколько концертов вы дадите? 14. 14 концертов, да. Надо людям торопиться, потому что билеты очень быстро раскупают. Абсолютно верно, абсолютно верно. Поэтому билеты лучше приобретать заранее. Да, и мы, конечно, ждем всех, особенно Симферополя. Но красота неописуемых городов и изумительная, кстати, студия. Очень хорошая, очень яркая. И прохладная. Это пока, потому что когда солнце выйдет, будет довольно жарко. Но знаете, у меня возникла идея, а может быть здесь подхватить фольклор крымских татар, русских жителей, украинцев, да? И все это смешать в итоге. Вы знаете, у нас есть, мы поставили такой номер, он называется «Народ Урала», потому что Урал богат своими народностями, там более 156 национальностей. У нас есть татары, у нас есть башкиры, марийцы, коми-пермики, конечно, русские. И все это взаимодействие национальное. Конечно, у нас уральский хор чем уникален, там многонациональный коллектив. У меня работают более 10 национальностей, в том числе и украинцы, и белорусы, и лесгины, и грузины. Потому что, ну, все это объединяет любовь к русскому народному искусству. То есть, кто бы ни пришел, он обязательно что-то свое родное услышит? Обязательно, обязательно. Потому что колорит у нас богатый, у нас многообразие искусства, культуры, и уральский хор всегда этим славится. Я вчера внимательно изучал ваше творчество и обратил внимание, что у вас очень молодой состав. Ну, конечно. Мы не только молодой, но у нас есть и те, которые уже такие мастодонты. И он с нами ездит, народная артистка Российской Федерации, Светлана Камаричева. Поэтому у нас традиция переходит из поколения в поколение. Но молодые, конечно, есть, потому что ребята, это им интересно. Вы знаете, какое самое для меня открытие в Крыму, что зритель, маленький зритель, начиная от 3-4 лет и так далее, до подростков, они каждый концерт, от начала до конца, они очень внимательно слушают, они танцуют. И для меня в Крыму вот это самое большое открытие, потому что мы, уральский хор, их познакомили с искусством своим, национальным. У них это отложится в душе, у них отложится это в памяти. И это самое наше богатство. Николай Вячеславович, ну вот я тоже слушала ваше интервью, и в одном из них услышала, что вы говорили, что Китай, оказывается, очень любит уральское искусство. Мы очень любят, мы недавно вот буквально пели совместно уральскую рябинушку, приезжал к нам с Гуанчжоу китайский коллектив, и они очень, они, так скажем, большие фанаты народного искусства и советской песни, и тем более песни, которые родились в уральском хоре, как я уже сказал, уральская рябинушка, «Белым снегом», «Свердловский вальс», они замечательно вместе с нами исполняют, они пригласили уральский хор в Китае, мы, конечно, разрабатываем этот тоже маршрут взаимодействия, потому что где бы мы ни были, всегда что-то, вот буквально недавно мы открыли новый континент. Ваш коллектив в Крыму впервые или бывали уже случаи? Случаи бывали, и один из случаев был у нас концерт в городе Судак. Судак – это город побратим Екатеринбурга, и в 16-м году уральский хор уже выступал на площадке этой концертной, был аншлаг, я думаю, мы сейчас успехом повторим этот концерт аншлаговый. Но хочется сказать большое спасибо правительству Свердловской области, лично губернатору Свердловской области Евгению Владимировичу Куйушеву и министру культуры Свердловской области Светлане Николаевне Чайкиной, потому что без поддержки бы этой, конечно, бы гастрольный маршрут уральского хора в Крыму мог бы не состояться. А мы бы хотели сказать вам спасибо за то, что вы делаете, потому что вы возрождаете все-таки народное, российское искусство, фольклор, и это очень важно для нас. Все-таки мы зависим от истории. У нас осталось буквально 20 секунд. Я вас прошу пригласить еще раз всех зрителей на свои концерты. Я приглашаю всех посетить наши концерты. И самое главное, чтобы далеко не ездить, каждый найдет свою точку, где ему близко. Очень желаем, чтобы все пришли. Билетов остается мало, но, надеюсь, главная наша задача, чтобы уральский хор впитал любовь к народному искусству. Всех ждем. И не забывайте, 7 августа Симферополе. Главное, один из главных концертов. Спасибо большое. Ну, а мы вас, в свою очередь, тоже ждем в последующие годы. Напоминаю, что в гостях нашей студии художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора Николай Вячеславович Зайцев. А также заместитель директора по концертно-гастрольной деятельности Уральского центра народного искусства Надежда Владимировна Старкова. Мы двигаемся дальше. Далее хронограф. Чем славен сегодняшний день в ретроспективе? 1 августа 1774 года Английским естествоиспытателем Джозефом Пристли открыт кислород. Ученый с помощью линзы направлял солнечные лучи на оксид ртути, заключенный в герметичную колбу. Из-за высокой температуры вещество разлагалось и образовывало свободный газ. Позже химики обнаружили первостепенное значение кислорода в существовании биосферы планеты. 1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской империи, что положило начало Восточному фронту Первой мировой. Суммарно за время противостояния, длившегося 4 года, было мобилизовано более 70 миллионов человек, из которых погибло 10. Жертвы гражданского населения оцениваются в 12 миллионов человек. В этот день, 95 лет назад, учрежден Общесоюзный орден Красного Знамени. Награду вручали за самоотверженность и мужество, проявленные при защите Отечества. Обладателем знака могли быть не только люди, но и войсковые части, корабли, государственные и общественные организации. 1 августа 1936 года родился французский художник-модельер Ивсен Лоран. Дизайнер внес большой вклад в прикладное искусство второй половины 20 века. Известен тем, что ввел в женскую моду некоторые элементы мужского костюма – высокие сапоги, смокинг. Был первым кутюрье, который пригласил темнокожих манекенщиц для участия в показах коллекций. В этот день, 59 лет назад, провозглашена независимость западно-африканского государства Дагомея, колонизированного французами в конце 19 века. В 1946 году страна получила статус заморской территории Франции, а в 1958 – автономной республики. Независимым государство объявлено 1 августа 1960 года. Сейчас оно называется Республика Бенин. В этот день, в 1965 году, впервые исполнена песня Пола Маккартни «Yesterday», вошедшая в альбом группы Beatles – Help. По данным американских исследователей, композиция признана наиболее исполняемым произведением 20-го столетия. А по версии одного из финансовых порталов, считается лучшей песней в истории человечества. 1 августа 2010 года британские ученые обнаружили подводную реку в Черном море. Придонное течение соленой воды начинается в Мраморном море и входит в Черное через Босфорский пролив, образуя 60-километровый желоб глубиной 35 метров. У подводной реки есть все элементы, свойственные поверхностным водотокам – берега, пойма, пороги и водопады. Открытие стало важным событием в изучении гидрологии и биологии Черного моря. Вот любопытно, если сейчас обернуться назад и посмотреть на город, увидим ли мы отсюда Екатерининский сквер? Ой, ну конечно, здесь город весь на ладони. Я думаю, мы увидим, правда его надо поискать еще. Но действительно, мы предлагаем совершить небольшое путешествие именно туда, потому что там сейчас находится наш мобильный корреспондент Ольга Литвиненко. Оля, интересно, что же интересного ты успела узнать? И что расскажешь? Доброе утро, коллеги! Сегодня 1 августа. Все считают этот месяц самым лучшим для отдыха. А мы его называем просто «бархатный сезон». Сегодня по всему Крыму будет ясная солнечная погода, так что без осадков. В крымской столице сегодня ожидается до плюс 27 градусов тепла. В прошлом году в это же время было жарче, было до плюс 28 градусов тепла. Ночью не будет ни жарко, ни холодно, до плюс 19 градусов тепла. Впереди близятся выходные, море еще пока теплое. И я считаю, что всем нужно обязательно проводить это время, пока есть возможность, и пока у нас тепло, на море. В общем, прогуливаюсь сейчас я по Екатерининскому скверу в тени деревьев. Здесь очень-очень хорошо и пока не жарко. Поэтому еще хорошо прогуливаться. Но у меня на этом пока не все. Я не заканчиваю, передаю вам слово. До связи, коллеги. Собственно говоря, две трети лет уже пролетело. И как ни странно, именно сейчас активизировались люди, которые занимаются нелегальной парковкой. Мошенники, так сказать. Мошенники, абсолютно верно. Ну, они активизировались не прямо сейчас, на самом деле, открою тайну. Они промышляют уже несколько лет, можно так сказать, во что касается парковки возле Ласточкиного гнезда. Я знаю, что там давно берут плату в этом месте. И если требуешь у них, допустим, чек, квитанцию, они предоставляют с мокрой печатью, но фирмы, которые на самом деле не существуют. Поэтому, конечно же, приезжающие туристы, доверчивые туристы, они платят и даже не знают о том, что и сами, как бы, нарушают законы и идут на поводу у обманщиков. Но самое интересное, это формулировка, с которой они выдают этот фальшивый чек. Они говорят, что это за безлимитную парковку и над... ну, как это... на смотр над... Ну, за то, что они присматривают, да, за то, что они в случае чего якобы, я не знаю, наверное, в сохранности ее вернут. То есть они берут на себя и страховку машина, если вдруг произойдет ЧП. Ну, конечно же, на самом деле, это развод. Это все неправда, это, как сказала фирма, которая отвечает за эту парковку, там можно оставлять машину бесплатно. Поэтому, дорогие друзья, не ведитесь на поводу у мошенников. Они спортсмены, интересно, как ты думаешь? Не знаю, спортсмены они или нет, но, скорее всего, бегать они умеют хорошо и быстро, если вдруг приезжает налоговая или какие-то другие проверяющие. Ну, наверное, им в любом случае это пригодится. Занятие кроссфитом как раз для них. Аэробные упражнения, гимнастика, тяжелая атлетика, бег, гантели и специальные тренажеры. Все это вместе, по очереди и очень интенсивно. Кроссфит собирает все больше поклонников. Кажется, что заниматься этим выматывающим видом спорта могут только подготовленные атлеты. Однако, все чаще кроссфитерами становятся дети. Внимание, разминка. Здесь сжимание, здесь приседание, здесь пресса. Поехали. Приседания, подтягивания, прыжки в длину и в высоту. Несмотря на то, что младшему в этой группе 6, а старшему 13 лет. Для них такая программа нагрузок – обычное дело. Помимо работы с собственным весом, кроссфит предусматривает и тренировки с дополнительным спортивным инвентарем. Делать это можно только с 14 лет. Полине всего 9. Ждать девочка не намерена. Технику выполнения элементов начала осваивать уже сейчас. За три года тренировок Полина освоила базовую программу. Может отжаться 30 раз. Длина прыжка увеличивается день ото дня. А все началось с простого любопытства. Решила узнать, чем занимается в зале сестра. Уже на следующий день девочка вступила в ряды спортсменов. Впечатления от первых тренировок помнят и сейчас. И даже вот эта дорога от дома до тренировки у меня доставляла удовольствие. Сильно устаешь на тренировках? Ну, поначалу да, а потом я уже привыкла. И уже не сильно уставала на тренировках. Но все-таки иногда бывает трудновато. Развитие и проработка мышц – это только вершина айсберга. Результат таких комплексных тренировок также всесторонний. Ребята становятся дисциплинированными. Что такое лень, попросту забывают. За это время ребенок изменился физически. Ему это нравится. Он идет с удовольствием. Меньше времени он проводит в интернет-пространстве. Кроме того, на тренировках дети знакомятся, находят новых друзей. Причем это не просто товарищи, а единомышленники. Кто начинает заниматься спортом с детства, всегда переходит что-то дальше. Кто-то идет по тренажерному залу, кто-то идет в плавание, кто-то в карате. Кто-то начинает, никуда никто не бросает уже. Основные достижения у этих детей еще впереди. А главное, что развиваясь, работая на тренировках, они изменяются не только сами, но и мир вокруг. К примеру, пообщавшись с ними, решил спортом заняться и я. Стефан Силатов, Максим Турчев. Утро нового дня. Саша, ну вот, хотела бы тебя узнать, а есть ли какие-то таланты, которыми ты замечательно владеешь, обладаешь, и, не знаю, может быть, после работы ты приходишь домой, и что-нибудь выпиливаешь, лепишь, или еще что-то делаешь, творишь, так сказать. Я предпочитаю, но я считаю, что мой главный талант – это крепко спать в последнее время, очень помогает в жизни. Но давай узнаем, относится ли это к талантам и можно ли с этим выиграть на новом шоу-проекте, который запускается у нас на телерадио компании «Крым». Да, я предлагаю узнать это у продюсера, руководителя проекта детский шоу-конкурс «Талант. Ты». Ты, да, действительно. Этот конкурс сегодня запускает кастинги, и поэтому абсолютно каждый ребенок, пока что еще, может принять участие и заявить о себе, заявить о своих каких-то суперспособностях. Но о том, какие суперспособности все-таки ожидается увидеть, я думаю, нам как раз таки Вильдан и расскажет. Доброе утро, Вильдан. Доброе утро, привет, ребят, привет, друзья. Супер, не суперспособности, хотя для каждого родителя их ребенок это супер, это сверх, это вне, что-то выходящее за рамки, но все-таки, так или иначе, у нас есть три конкретные категории. Вокал, хореография и оригинальный жанр. И то оригинальный жанр мы решили ограничить за исключением фаера, всего, что может быть опасно в первую очередь для ребенка, и исключили дрессуру, потому как работа с животными также может быть довольно специфическая. Вот эти моменты убрали. Так, хорошо, что-то, что там осталось. Жонглирование, танцы на одной руке, при этом играть на балал, да все, что угодно, все, что ребенку вздумается, или все, что он умеет и может показать, пускай показывает. А сколько ожидается большой конкурс? Есть какие-то предварительные данные? Я искренне надеюсь, что будет много заявок. Почему? Потому что так же, как и ты, Саша, когда мы бывали с концертами на разных регионах, даже отдаленных от столицы, мы видели, насколько бывают талантливые дети. И именно вот это и есть главная цель, первая причина, почему руководство телеканала захотело организовать этот конкурс, для того, чтобы раскрыть те таланты наших ребят, которые, возможно, не всегда могут пробиться даже банально в столицу Симферополя. А так они смогут показать это всему региону. Хорошо, а кто их будет судить? Кто в итоге будет выносить какой-то вердикт? И что их ожидает по окончанию этого проекта? Членов жюри будет четыре. Три постоянных и один гостевой, который будет периодически приходить и меняться. То есть это будет сюрприз. Невозможно! Внимание! Кастинг на первый в Крыму шоу-конкурс для детей от 7 до 14 лет. Хореография, вокал и оригинальный жанр. 9 сентября – Симферополь. 11 сентября – Феодосия. 13 сентября – Евпатория. Раскрой свои таланты! Я напомню, у нас сегодня в гостях Вильдан Милушев, продюсер, руководитель проекта детского шоу-конкурса «Таланты». Именно о нем мы говорим, потому что сегодня начинаются кастинги. Да, с первого числа мы запустили вторую волну нашего промо. Это специальные еще одни промо-ролики, в которых указаны конкретные уже даты. Место – 9, 11, 13 сентября. Три города – Симферополь, Феодосия, Евпатория. Обязательно переходите, друзья, на сайт. Прошу вас, переходите на сайт. Как называется сайт? 1. telekramet.ru – наш официальный. Первый крымский телеканал. Да, первый крымский телеканал. Там на главной странице большой красивый баннер. Клик на этот баннер, и вы переходите сразу же уже на страницу для заполнения заявки. Заявка заполняется очень легко и просто. Фамилия, имя, отчество, возраст, город, в котором хотите пройти кастинг. И небольшое минутное видео, видео до минуты, где вы показываете, что вы хотите нам продемонстрировать на суд жюри. Ридан, вот мы сейчас общались с Алией, она говорит, я очень хочу поучаствовать, не знаю, возьмут меня по возрасту или нет. К сожалению, нет. На грани 4, тебе уже 15, поэтому, скорее всего, нет. Но чуть-чуть позже… Будет что-нибудь и для взрослых. Вот так я скажу. Что-то для взрослых мы тоже готовим. Сей, ну будь поучаствовать. Буду готовить, тогда у меня есть время. Номер уже можно готовить, уже можно тренироваться. Хорошо. Три города, друзья, у нас будет. Это будут предкастинги сейчас. Будут выходить, помимо того, что с примерно середины осени, будет выходить это все уже в эфир, у нас будет еженедельно выходить пара дневников. Дневник этого конкурса, к которому будем показывать подготовку. Это будет сниматься… То есть за кулиси, да, что происходит там, где дети не бывает. Каждый член жюри подает своих наставников, тренеров, которые будут тренировать свою команду, своего направления и так далее. То есть будут команды, будут тренера. Ну, будут помощники жюри, потому что жюри по направлению каждому всего лишь один, а детей будет, я надеюсь, огромное множество. Им нужна будет помощь. Но опять же, у каждого из членов жюри есть своя школа, как я уже говорил, педагогическая, в которой она занимается. Поэтому им будет это делать просто. В этих дневниках мы будем показывать красивые панорамные планы Ялты, многокамерная съемка с краном на набережной, на всевозможных других локациях. Это все будет в дневниках, поэтому не только шоу выходного дня можно будет смотреть в выпуске, но еще и дожидаться его будет интересно, потому что будет что посмотреть. Ну, я так понимаю, что заявки подойдут огромное количество людей. А вот сколько в итоге пройдет? Пройдет. И чем все закончится, самое главное? Пройдет порядка полусотни ребят на съемочные кастинги. И мы ожидаем, что сможем отобрать, что сердце не будет слишком кровоточить и екать при моменте того, да или нет, да или нет. Да будет, будет. Спасибо, утешила. Да. Сюрпризы на финал уже несколько подготовили. Я не буду их раскрывать. Давайте не будем раскрывать сюрпризы, что будет в финале. Это будет тайна маленькая. Давайте устремиться ребятам, которые поучаствуют. Ребята, в первую очередь, стремятся раскрыть свой талант. Раскрыть свои таланты. А все остальное они уже узнают в процессе работы, в процессе, как минимум, предкастингов. Я уверен, что родители, которые хотят, чтобы их чадо показало свой талант, не гонятся за каким-то эфемерным призом денежным или каким-то другим. Оно гонится за тем, чтобы его ребенок нашел реализацию. Я надеюсь, как бы с этой целью все и придут там. Абсолютно верно. Я думаю, что для этого, собственно, и созданное торт-шоу. Все верно. Ребят, не забывайте, номера телефонов есть. Переходите на главный сайт нашего телеканала. Там есть большой баннер. Смотрите телефоны для справок. Кликайте на этот баннер. Переходите на страницу заявки, анкеты. Заполняйте, отправляйте, узнавайте. Кастинга у нас будет всего лишь три. Только три. Мы будем начинать кастинг ранним утром с 8 утра. Но так как это будние дни, я думаю, что большая часть наплыва будет во второй половине дня. Поэтому, если вы придете в первую половину дня, это будет вашим плюсом. Вы как раз на самое начало. Пока редакторы будут свеженькие, вы сможете поймать как раз-таки ту войну. И, возможно, именно вы будете у нас в финале. Вильдан, я вот все-таки не поняла. Значит, надо приходить или достаточно отправить свою видеовизитку? Видеовизитка, это всего лишь для того, чтобы мы увидели, что у нас есть такая заявка. У нас все предкастинги проходят вживую. Человек приходит, показывает свой талант, и там уже мы ему говорим, да или нет. Как узнать адреса тогда, куда приходить? Адреса все есть на сайте, естественно. Там можно увидеть. В Симферополе мы будем это проводить. В общем, все есть на сайте, все афиши. Вы сейчас явно будете смотреть и видеть эти ролики огромное количество раз в день. И услышите об этом и по радио, и везде, и везде, и везде. Вильдан, осталось буквально 30 секунд. Хочу хотя бы уточнить. То есть, если я, например, не подам заявку, то меня не примут на кастинге? Да, лучше обязательно. Мы там везде указываем. Обязательно подавайте заявку на сайте. Нам будет так проще. Мне кажется, все предельно ясно. А если вдруг какие-то вопросы остались, как уже сказали, заходите на сайт Первого Крымского. И есть номера телефонов. Да, там же есть номера телефонов. Напомню, у нас сегодня в гостях Вильдан Милушев, продюсер, руководитель проекта детского шоу-конкурса «Таланты». Есть, да. Двигаемся дальше. Новости интернета прямо сейчас. Сотрудникам зоопарка в Китае пришлось проявить фантазию. Прямые панды отказывались уходить из открытой части вольера. Животные явно хотели еще погулять. Пришлось пойти на хитрость. Бутылочка с ароматным медом действует безотказно. Учуя в запах лакомства, косолапые хоть и лениво, но все-таки последовали за сотрудниками учреждения. В Китае стали замечать над полями странные объекты. Уфологи уже хотели зарегистрировать новое НЛО, но оказалось, что это местный житель запускает в небо воздушных змей в причудливых форм. Творчество китайца стремительно набирает популярность в социальных сетях. Ураган из саранчи нет, это не сцена из фантастического фильма. Обычное лето неподалеку от Лас-Вегаса. По дороге домой мужчина попал в настоящий смерч из насекомых. Вредители были буквально повсюду и успели попасть даже в сам автомобиль. Выбраться из передраги целым и невредимым оказалось не так просто. За дело берутся виртуозы. Действия этих ребят подтверждают поговорку. Дело мастера боится. Их движения настолько слажены, что мощение дорожки превращается в настоящее представление. При этом скорость работы нисколько не сказывается на качестве. Природа диктует свои порядки. Огромная волна чуть не смыла отдыхающих на одном из пляжей Рио-де-Жанейро в Бразилии. Большая вода сметала все на своем пути. На кадрах видно, что отступивший океан оставил за собой настоящий хаос. Игрус в аэропорту Северного Таиланда случилось ЧП. Девушка двигалась в зону регистрации, когда из-за ее рюкзака пошел дым. Испуганная женщина швырнула багаж на землю и бросилась прочь. Причиной возгорания стала фортативная зарядка. Данный случай наглядно показывает, почему не стоит отправляться в путешествие с аккумуляторами большой емкости. Самый быстрый пит-стоп. В прошедшем Гран-при Формулы-1 в Германии был установлен новый рекорд по скорости обслуживания машин. Время составило почти две секунды, что в итоге и позволило команде одержать победу. Саш, ну вот еще одна такая важная новость, которая, это можно сказать, событие начало уже действовать с сегодняшнего дня. Дело в том, что у нас в Крыму водят единый проездной билет. Что же это значит? Единый, как единая Россия, наверное. Почти все верно. Да, это проездной, которым можно будет пользоваться в разных видах транспорта. То есть в маршрутке, например, в троллейбусе, в трамвае, в автобусе, да где угодно. Он будет стоить полторы тысячи за месяц. Вы сразу пополняете эту карточку, то есть это будет в виде карточки. После чего вы будете прикладывать к валидатору там, где вам надо. То есть в том виде транспорта, где вы будете находиться. И все, у вас будет считывать необходимую сумму. И таким образом вам не надо будет думать, что, а вдруг мне не хватит денег или еще что-то. Более того, нужно отметить и очень важную информацию, что работает эта карточка с первого числа месяца по первое число следующего месяца. Треть, она безлимитная, то есть можно ездить сколько двоей души заблагорассудится. Да. Ну, кстати, это будет, начнется это, конечно же, с Симферополя. И вот о Симферополе на улицах нашей столицы находится мобильный корреспондент Ольга Литвиненко, которая уже готова рассказать еще какие-нибудь дополнительные подробности. Не знаю, может, по этой новостям, а может, что-то другое она выяснила. Доброе утро, Ольга. Деревьев на набережной реки Салгир, где полным ходом идет реконструкция. Хочу вас уверить, что в скором времени здесь появятся чугунные ограждения. Они до первого числа будут полностью сделаны. Также сразу хочется заметить и сказать о мерах предосторожности. Здесь везде ограждения, поэтому близко к краю не подходите, чтобы избежать плачевных инцидентов. Также хочется рассказать о том, что русло реки Салгир было недавно очищено на 98%. И практически был вывезен ил. Расчистили реку от намывных островков, которые препятствовали прохождению воды. Также хочется сказать, что сейчас установлено около двух километров таких чугунных ограждений от улицы Шмидта до Вечного огня в парке имени Юрия Гагарина. И, как я уже говорила, до первого сентября будут полностью установлены чугунные ограждения. Но хочу сказать, что прогуливаться сейчас здесь уже приятно, потому что ходить по новой плитке очень-очень комфортно. И я думаю, что многие симферопольцы и также гости города уже видят, а если включить фантазию, можно представить, какой же будет набережная и насколько здесь будет здорово. Ну, пока я буду здесь наслаждаться. На этом у меня все. Передаю вам слово. И я думаю, вы расскажете нам очень интересные новости. Саля, давно ты последний раз была в ЗАГСе? В ЗАГСе я была, признаюсь, два года назад. Ну, что ж, это яркое событие в твоей жизни. И в паспорте у тебя стоит, наверное, печать соответствующая. Все верно, Саша. Ты все правильно говоришь, потому что ты это знаешь. А что такое? Да, ну, слышим. Да, дело все в том, что теперь проверить запись о ЗАГСе можно не только в паспорте. Для этого создано специальное приложение теперь в интернете, которое можно скачать и проверить. И что там можно проверить? Наличие записи в твоем паспорте. А интересно, можно ли там проверить, если вдруг ты только собираешься идти под венец, нет ли у твоего кавалера там случайно еще одной жены? Многоженство запрещено в Российской Федерации. Но мало ли вдруг кто-то решил, что он может. А многомужество, кстати, считается? Ну, я думаю, что тоже запрещено. Запрещено? Конечно, Саша. Нет, ни для кого нет исключения, это точно. Но я думаю, что приложение очень полезное, потому что наверняка через него можно будет зарегистрировать все необходимые акты, подать заявление. Не только если ты собираешься выходить замуж или жениться, но также если какие-то другие важные события намечаются в твоей жизни. Занятие спортом – это важное событие в твоей жизни? Это очень важное событие, но, кстати, его не так часто бывает в моей жизни. Полностью солидарен, тоже страдаю от этого. А вот я знаю, что наш коллега… Стефан Филатов? Нет, не Стефан как раз. А кто? Другой, с бородой. Артем Андронофский. Артем, абсолютно верно, да. Он спортсмел? Да, несмотря на то, что он постоянно занят на работе и допозднать сидит и пишет сюжеты, готовится к эфирам, он успевает еще и покататься на лунгборде, что тоже является видом спорта. А интересно, где? На Салгирке он это делает? Вот не знаю. Я думаю, что лучше у него самого спросить. А лучше всего посмотреть, конечно же, его сюжет. Что мы сделаем прямо сейчас? Суетливый ритм современных больших городов. Пыль, жара и пробки. Вынудили спортсменов-адреналинщиков опуздать ту самую стихию экстрима и приспособить ее для плавного и комфортного катания по городской среде. Я говорю про лонгбординг. Поехали, разберемся, что это за рыба такая. Выросший из серфинга лонгбординг теперь является самостоятельной и популярной дисциплиной. Возможность развивать большие скорости превращает увлечение в настоящий экстремальный вид спорта. Несмотря на обилие разнообразных стилей катания, самым популярным был и остается крузинг – простая езда по городу. Так называемый мягкий экстрим. Если мы используем его в качестве передвижения по городской среде, то тогда это вполне безопасно, если ты внимателен и не нарушаешь технику безопасности. Простое увлечение со временем может вырасти во что-то более экстремальное. На доске можно как спускаться с крутых холмов, так и выполнять опасные трюки. Тем более, что ограниченная уличная площадка очень скоро становится тесной. К сожалению, инфраструктура Симферополя налажена не лучшим образом, поэтому перемещаться на доске именно из точки А в точку Б – это не совсем удобно. Неудобные маршрутные развязки, барьерная среда. Все пешеходные дорожки, они узкие и чаще всего не в наилучшем состоянии. И просто разминуться с пешеходом становится невозможным. И все же, почему доски настолько разные? Вот есть, скажем, классический тип – рыбка, как у меня. Но есть и совершенно другие. Например, доски типа свин. Ключевую роль играет как форма самой доски, деки, так и тип установленных шасси, траков. Лонгбордисту всегда приходится чем-то жертвовать, обменивая устойчивость на маневренность, а скорость на прочность. Начинающим спортсменам лучше всего остановиться на классике. Впрочем, как и всегда, вкус играет решающую роль. Покажи, какая больше понравилась. И на ней покатаемся. Вот это, да? Непростое в освоении хобби набирает все большую популярность. И неудивительно. И все же, несмотря на любые препятствия и преграды, лонгборд является достаточно комфортным, а главное, что быстрым способом перемещения по городу. Хотя есть люди, не разделяющие эту точку зрения. Александр попробовал свою доску, но пришел к противоположному мнению – лучше пешком. Вот мы и решили устроить соревнование. Я поеду на доске, а Александр пойдет пешком, огибая все препятствия, скажем так, своими двумя. Финальная цель – вечный огонь. Сейчас и узнаем, кто приедет первым. Ну что, удачи! Погнали! Низкий старт, и я впереди, но это еще не залог победы. Дорога, казалось бы, гладкая, но нет, крупная зернистость. Ноги трясутся, ехать дискомфортно. Статистически доска движется в два раза быстрее человеческого шага, если не брать в расчет препятствия на пути. Ну, что и требовалось доказать. Полторы минуты. Победа! В освоении городской среды самое главное – комфорт и удобство. Лонгборд однозначно сэкономит вам время, но не стоит забывать про экстремальную составляющую катания. Главное – не бояться и пробовать что-то новое. Артем Андроновский, Максим Турчев. Утро нового дня. Доброе утро, друзья! Доброе утро! Кто встречает второй час этого дня вместе с нами с программой «Утро нового дня». Стоит отметить, что впереди у нас действительно еще целый час информационного путешествия, во время которого мы вам расскажем много интересного, но в первую очередь важного и актуального. То, что каждый день удается узнавать нашим журналистам, и, конечно же, без утайки, они сразу же делятся этим с вами. Ну вот, например, Евпатория. Как известно, город славен своими песками, славен своими лечебными свойствами и курортами. А вот чем еще он славен? Это, конечно же, розовой солью, но, к сожалению, пока что мало туристов ее когда-либо видели. А это действительно великолепное зрелище. И сейчас там устраивают целые фотосессии. Люди приезжают, чтобы запечатлеть себя в розовой соли. И, конечно же, стоит отметить, что сейчас появляется новый туристический объект именно туда. Я думаю, что не зря. Более того, что туда будут организованы целые экскурсии. Наш корреспондент побывал еще до того, как туда попала первая экскурсионная группа. И вам расскажет об этих уникальных озерах. Кристаллы под ногами – это территория старейшего солепромысла на полуострове. Добычу здесь ведут еще со времен крымского ханства. Эти пейзажи всегда привлекали и горожан, и туристов. Людям очень интересно посмотреть на розовые озера, как происходит добыча соли. Поэтому вопросы интересные, и с удовольствием едут на экскурсии. Есть практически музейные экспонаты. Харапа протекает через эту деревянную трубу. Она сделана из дуба в 1925 году. Ни один другой материал в такой среде не смог бы прослужить столько лет. У них пытались итальянцы выменить трубу, меняя новые технологии. Потому что в Италии это невозможно сделать. Таких бандари больше нет. Менять не хотят, да? Не хотят. Правильно. Надежно, проверено временем. Рапу подают соляные чеки. Так называются эти розовые озера, в которых выращивают соль. За сезон, который длится с мая по сентябрь, образуется пласт толщиной от 4 до 15 сантиметров. Снимают соль в начале осени. Это единственный в России солеуборочный комбайн. В этом году ему исполняется 85 лет. Каждый год его ставят на ремонт, полностью разбирают, снимают гусеницы, меняют запчасти и даже переваривают части металла. Это все потому, что работать ему приходится в очень агрессивной среде. Чтобы собрать урожай, с озера сливают рапу и на солевое поле выезжает комбайн. Скоро увидеть процесс выращивания и уборки соли смогут жители и гости Евпатории. Туристко-информационный центр и руководство Сальпрома готовят соглашение о новом экскурсионном маршруте. Впервые мы готовы принимать производственные экскурсии. Сейчас прорабатываем схему маршрута, как это будет выглядеть, что людям показывать, как самое интересное людям рассказывать про нашу соль и про производство садочной соли. В зависимости от времени года экскурсии будут отличаться друг от друга. Весной – садка соли, осенью – сбор урожая, летом – розовые пейзажи для фотосессий. Вообще, у меня прям такое подозрение, что к нам будет приезжать большое количество фотохудожников профессиональных. И таким образом мы еще распопияем Евпаторию, потому что такой снимок дорогого стоит. Некоторые наверняка будут подписывать марсианские пейзажи. Экскурсия на Сальпром – не первая новинка этого сезона. В центре презентовали экскурсию на медийно-устричную ферму. С точки зрения популяризации нашей Евпатории, как Евпатории гастрономической, Евпатории медицинской, как раз данный маршрут будет достойным дополнением ко всему этому. Новая экскурсия расширит рамки туристических возможностей города. Это поможет привлечь больше отдыхающих. Михалина Липко, Евгений Ефимов, Новости 24. Саша, ну вот ты знаешь, что Черное море на Балтийских волнах тоже оказывает... Финляндия сможет преодолеть технический барьер и поймает наши волны у себя там в Евросоюзе. Крым действительно, он услышал у себя, каким-то образом умудрился поймать. И, конечно же, об этом сразу же сообщил нашей телерадиокомпании. Мы, в свою очередь, тоже не сидим сложа руки, с ним связались. Вот Оксана Куприянова поговорила с иностранным радиолюбителем. Здравствуйте, Ярмо. Крым на проводе. Как так получилось, что вы поймали сигнал крымской радиостанции? Такое становится возможным летом. Все дело в электромагнитном излучении, а также способности ионосферы иногда посылать сигналы на Землю, как зеркало. А как вы поняли, что поймали именно радио моря? Вы ведь совсем не знаете русского. Я услышал слова «радио моря», услышал музыку, а затем проверил по своему списку радиостанций, нашел там Крым и был очень счастлив. Спасибо вам большое за разговор. Мы желаем вам удачи и слушайте «Крымские радиостанции». До свидания. До свидания. Теперь среди слушателей популярной на весь Крым радиостанции моря, как говорится, плюс один. Ведущие обсуждают новость в прямом эфире. Соненьокий. Ты сейчас призываешь какого-то мистического аниме персонажа? Абсолютно реального человека. Абсолютно реального человека. Он живет в Финляндии. Вот. Продолжай. Зовут его Ярмо. Неплохо. И он поймал нас. Опровергнув стереотип про медлительных финнов, Ярма Сутянин не только сразу отправил аудиозапись в Крым, но и не применил сообщить об этом в социальных сетях ведущим. Было очень неожиданно, очень приятно. Это как будто какой-то розыгрыш. И когда пришел фрагмент с такими очень сильными помехами, но с позывными нашей станции, Мы ловимся в Финляндии. Это просто что-то невероятное. Впрочем, это уже не первый подобный случай. Кружок финских радиолюбителей, как шутя окрестили его диджеи, периодически дает о себе знать. В 2016 году нам пришло рукописное письмо. Это было очень интересно посмотреть, как финн пишет на русском языке. Он говорил о том, что у него есть собственно созданная радиовышка, на которой, собственно, раз в год приблизительно можно поймать сигнал радиостанций из России. И не только из России. Финский пенсионер ловит сигналы со всего земного шара. Такое у него хобби. В списке радиолюбителя уже 172 страны. Еще одно письмо от жителя из Финляндии. Здесь есть даже открытка. Пришло в редакцию Радио Море. То ли разница в климате, то ли всемирный интерес к полуострову, но факт остается фактом. Отношения между Крымом и Финляндией выходят на новый радиоуровень. Оксана Куприянова, Александр Смычек, Руслан Князев, Новости 24. Интересно, Саш, а если здесь разместить радиостанцию, как ты думаешь, волны бы ловили на этой крыше? Я думаю, что, конечно, мы находимся на одной из самых высоких точек нашей крымской столицы, Симферополя. Мы находимся на крыше жилого комплекса «Альфа», откуда и вещаем, и любуемся панорамой нашего славного Симферополя. Посмотрите, что только не видно. Все видно. Вышка, река Саугир, все скверы. В общем, весь город как на ладони. Как на ладони. Это действительно так. И даже мы можем даже, так сказать, прогнозировать сегодняшний день. Но, по крайней мере, что касается синаптической картины, потому что, например, наблюдаем, что нету ни одного облачка. А это значит, что погода будет сегодня замечательная. Но так ли это? Давайте узнаем из нашей следующей рубрики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну и стоит отметить, что начало августа, конечно же, ознаменуется высокой пожарной опасностью. Порывы которого достигают 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 31 градус со знаком плюс. Похожая погода и в Севастополе тоже без осадков. Днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. А вот на южном берегу Крыма там неожиданно сегодня ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем достигнет 28-30 градусов выше нуля. А в Керчи без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточную. Скоростью до 11 метров в секунду температура воздуха тепла. Ну и стоит отметить, что температура морской воды тоже прогрелась до идеального, можно сказать. Потому что в Феодосии плюс 25, в Алуште 23 градуса выше нуля, в Евпатории плюс 24, в Керченском проливе там аж 26 градусов со знаком плюс. Ну и в Азовском море такая же картина. 65, это много или мало? Ну смотря чего. Если 65 рублей, как зарплата, то это, наверное, мало. Если проезд, то это, наверное, много. Крымский академический музыкальный государственный театр в этом году открывает свой 65-летний юбилей, празднует сезон театральный 65-летний. Я знаю, что именно юбилей, действительно, ожидается празднование юбилея уже в сентябре или в октябре? В октябре. Причем он совпадает с моим днем рождения. Да ты что? Как ни странно, да? Ну мне, конечно, не 65 тысяч. Как ты подобрал дату? Ну, неудивительно, что ты музыкант и в душе, и снаружи, так сказать. Да, действительно, 12 октября будет гала-концерт, в котором примут участие все солисты, будут приглашенные гости. Ну, в общем, будет просто настоящее театральное действие. Ну и стоит отметить, что потом наши актеры, артисты, они отправятся в гастрольный тур по Свердловской области и туда повезут самые лучшие спектакли, многие из которых я уже видела. И думаю, что местным жителям, куда они поедут, конечно же, очень в этом плане повезет, потому что они все это увидят в первый раз. И думаю, запасутся таким огромным количеством впечатлений, что впору нам завидовать прямо сейчас. Ну, все это будет в октябре. Ну, а что же сегодня можно посмотреть на театральных подмостках и кинотеатрах? Давайте узнаем прямо сейчас из следующего сюжета. В Симферопольском художественном музее выставка фондов Новгородского музея-заповедника. Литография «Древняя Москва», «Аполлинария Воснецова» и «Афорты», что может быть лучше природы Ивана Шишкина. С работами великих русских художников можно познакомиться до 18 августа. Крымская республиканская библиотека имени Ивана Франко приглашает на открытие книжной выставки «Строительство дома от А до Я». Посетителям представят специальную литературу и периодические издания об индивидуальном жилом зодчестве. В Центральном музее Таврида выставка «Таврический вояж», посвященная путешествию Екатерины II в Крым 1787 года. В основе экспозиции – раритетные экспонаты, мундирное платье императрицы, походная кровать, зеркало, замковый камень Бахчисарайской триумфальной арки. Время работы музея с 9 до 18.00. На сцене Крымского академического музея «Палата бизнес-класса». Действие пьесы проходит в элитной клинике, где встретились два пенсионера – известный в прошлом актер и нечистый на руку чиновник. Неожиданное развитие событий комедии удивит даже бывалых театралов, начало в 19.00. На экранах кинотеатров мелодрама «До скорой встречи». Неприятные события преследуют звезду отечественного футбола – то серьезная спортивная травма, то любовные разочарования. Однако злоключение – прелюдия встречи настоящей любви. Ремейк легендарного мультфильма «Король лев» придется по вкусу как молодому, так и старшему поколению. Картина в деталях повторяет историю львенка Симбы. Впервые вышедшую на экраны 25 лет назад. Ожившие с помощью компьютерной графики персонажи помогут пережить знакомые ощущения с самого начала. Саш, ну я, наверное, продолжу афишировать те мероприятия, которые ожидаются. Дело в том, что 3 августа в Симферополе выступит. Кто бы вы могли подумать? Я знаю, кто. Я думаю, что это связано с кофе. Да. Чемпион мира по приготовлению кофе. Такого я, конечно же, не ожидала услышать и вообще прочитать, что оказывается бывают чемпионы, которые приезжают со своими концертными номерами, что ли. Мне просто интересно, как можно так приготовить кофе, чтобы стать чемпионом? Оказывается, можно. Ты знаешь, что оказывается на чемпионате мира, который проходил в прошлом году, победителем стал как раз-таки «Россиянин», «Наш человек». Это впервые такая победа на этом конкурсе именно нашего кофе... кофемана, что ли? Как это правильно называется? Бористы. Кофемастера. Да, кофемастера. Но вот стоит отметить, что 3 августа в Симферополе чемпион мира будет показывать, как правильно готовить кофе. И, конечно же, даже будут памятные призы. Это будет кофе. Самое интересное, что зовут чемпиона Сергей Блинников. И фамилия у него вполне подойдет Кофе. Да, Блинников занимается кофе. Действительно, ты верно подметил, я это даже не заметила. Вот я бы хотела рассказать о том, что 6 чашек кофе будут разыграны. Те чашки кофе, которые приготовит, конечно же, Сергей Блинников. А это будет сделано с помощью джезве. Это такая специальная кофе, как это правильно называется, ну такая чашка, да, которая готовится на песке. В общем, кофе обещают быть очень вкусным, ароматным и незабываемым. Думаю, если бы он узнал, как готовлю я кофе, то он бы со мной просто перестал здороваться. А мне интересно, как ты готовишь? А я придумал очень хитрый способ, когда особенно утром спешишь на работу, а мы встаем, как известно, в 4 часа, чтобы успеть на эфир. Я заберу, кладу кофе в чашку, заливаю кипятком, чуть-чуть, на половину чашки, и ставлю в микроволновку, буквально за 30 секунд кофе начинает вскипать. Соответственно, происходит экстракция у всех этих тонинов и дубильных веществ. Такой кофе быстрого приготовления получается. Потом доливаю молоко и пью. И хочу сказать, что, в общем-то, наверное, вкусно. Но я как-то раз озвучил свою версию приготовления одному из, скажем, кофейных гурманов, на что мне чуть ли в лицо не плюнули. То есть тебе лучше не участвовать в этом чемпионате? Мне, наверное, и нет. Наверное, ты бы там проиграл, Саша, и подставил бы нашу страну, поэтому, пожалуй... Да, я не приезжаю, кстати, я лучше схожу на выставку какую-нибудь художника. Да, тем более, эта выставка уже работает в Симферополе. И вот на нее можно действительно сходить. Куда и как расскажут более подробно серии об Лаево в своем сюжете. Мазок белой краски, голубой, и вот оно. Небо голубое и бездонное. Легко и незатейливо на глазах крымского зрителя. Художник из Афганистана Заби Пайкан создает удивительную живописную картину. Если дома сидит, писал, то это не то. Надо общаться с людьми всегда. Пока у меня рядом всегда находится белийский друг, который его называют живопись, меня никогда не скучно. Работы автора пронизаны особым колоритом востока, мечети, табуны мчащихся лошадей, узкие переулочки и шумные базары. Художник рассказывает, что в основе творчества находится его внутренний мир, способность взаимодействовать с природой, жизнью, самим собой. Заби Пайкан при написании своих работ совмещает несколько техник и пытается экспериментировать с различными материалами. Вот эту работу он написал на коже зебры, а вот эта выполнена на коже козы. Большую часть своих картин автор пишет на бархате. По словам художника, процесс создания таких работ очень сложен, но имеет особую глубину и объем. Я хотел, когда я создаю картины, чтобы они временно не оставались, на несколько поколений. Поэтому решил придумать текан. С краской ничего не будет, видите, даже с ногтями. Она холстится, попробуйте, сразу все трескаться. И краски впитывают, они вот так долго живут. Детство и юность Заби Пайкана прошли в Афганистане, где он окончил художественную школу. 20 лет назад переехал в Москву. Там и начался творческий путь художника. В 2014 году он впервые приехал в Крым. Увидев живописные места, он решил остаться здесь навсегда. К сожалению, у нас война. И я, когда в Крым попал, я почувствовал, как будет, я в своей родине нахожусь. Вот это воздух, вот это горный пейзаж, вот это море, вот эта красота. Меня душа захватывает. Мне очень природа, действительно, очень красиво. В библиотеке Ивана Франко открылась персональная выставка мастера. Здесь представлено более 80 работ. Портреты, натюрморты и пейзажи. Общее впечатление первых посетителей. Восхищение и восторг. Так как я тоже творческий человек, меня художник очень вдохновил. Благодарю его за эту выставку. Первое чувство, которое я испытываю, это красиво, невероятный объем передан в картинах. Очень яркие, глубокие краски. Выставка «Жизнь с искусством» будет радовать крымчан до 12 августа, где каждый желающий может ближе познакомиться с творчеством художника. В Сеаре Абляево Максим Тучев. Утро нового дня. Саша, ну а сейчас, мне кажется, самое время перейти к нашей следующей теме. Ведь сегодня памятная дата 1 августа. Знаменует начало Первой мировой войны. Да, именно в этот день Германия объявила войну Российской империи. Нужно сказать, что эта дата играет большое значение и в нашей истории отечественной, и в мировой истории. И вообще эта война стала в некотором роде предтечей Второй мировой войны. Я думаю, что разобраться во всем этом сплетении судеб и историй поможет нам профессионал. Конечно же. Наш сегодняшний гость Александр Юрьевич Манаев. Историк. И будем мы говорить об этой памятной дате. Доброе утро. Доброе утро. Как началось утро нового дня? Традиционный вопрос. Спасибо, все хорошо. Радостное, солнечное, летнее утро. Вот ему и такая историческая дата, поэтому и воспоминания какие-то, размышления о том, что... Какие же размышления вас сегодня посетили? О том, что за события Первая мировая война, какая их роль в русской истории и последующие события 20 века. Мы всегда привыкли отсчитывать 17-го года, то есть революция и как она изменила жизнь. Но при этом забываем о том, что революция в России проходила на фоне Первой мировой. И по большому счету, вот именно 1 августа, наверное, 14-го года, ну или там 28 июля, если да, чуть-чуть там вернуться к самому началу Первой мировой в формате происшествия в Сараево. Ну, вот как бы так. Пока я ехал к вам, вот такие мысли и посещали. Да, сложные времена все-таки выпали на тот период и как-то вот не вовремя, получается, началась эта война. Но многие историки склоняются к выводу, к мнению, что ее ведь можно было избежать. То есть Российская империя могла, да, не участвовать. Да, могла не ввязываться. Ну, это вопрос, как говорится, да, как часто историки опять же говорят, что история не терпится слагательного наклонения. И любая война, она не вовремя, и любая война, она не бывает там к чему-то приуроченной. Вопрос, была ли возможность России избежать этой войны. Ну, это такой вопрос, опять же, ну, как говорится, 50 на 50, потому что Россия была связана союзническими обязательствами. И, ну, опять же, были подписаны официальные договоры, по которым Россия должна была участвовать в этих военных действиях. Россия в защите общих интересов союзников. Не скажем, в военных действиях. У России были определенные интересы на Балканах в формате, опять же, как бы, опеки христианских народов. Поэтому, ну, как бы, вопрос... Ну, вот, может, как раз-таки проблема в том, что Россия чувствовала себя опекуном в тот момент слишком сильно. То есть, вот, за Сербию вступилась, потому что больше некому было. Ну, как всегда, опять же, понимаете, в этих всех моментах никто же не знает, вот, например, о том, что убийство, там, говорил о принципе, там, эрцгерцога Фердинанда развязало Первую мировую войну. То есть, какой-то локальный конфликт, какое-то там противостояние. И в этом противостоянии отсидеть, отмолчаться, да, как бы, там, сделать вид, что ничего не произошло, ну, было бы, наверное, не... Дело, что, может быть, до конца не понимали о том, во что это может выльется. Это будет затяжная четырехлетняя война, которая... А к чему она приведет тот момент, естественно, никто не подозревал. Если бы была возможность отмотать назад и подумать о том, во что это выльется, наверное, мы 10 раз подумали бы, и Николай II, возможно, принял какие-то другие решения. Ну, это, опять же, понимаете, это уже наши там размышления, догадки, ничего общего там к входу истории не имеет. Александр Юрьевич, очень часто говорят, что Первая мировая война, ведь между Первой и Второй, как говорится, промежуток небольшой, стала предтечь и Второй мировой. Действительно ли это так, и почему? Ну, безусловно, и главный тут конфликт заключается в том, что, вот, ну, если не уходить там глубоко в вопросы, там, да, причины и Первой мировой, то окончание Первой мировой многие эти вот причины не решили. Многие проблемы, которые накопились к тому времени между ведущими европейскими государствами, решены не были. Это один момент. Они, как бы, оказались, что ли, перераспределенными, перенесены на другие площадки с современным языком, но они остались. Второй момент. Германия оказалась в состоянии побежденной, причем страны Антанты, в первую очередь, уже Россия, как бы, вышла к тому моменту из войны и в Версальском договоре не участвовала, а те, кто, ну, скажем так, определял итоги войны Англия, Франция и Соединенные Штаты, они Германию обложили очень тяжелым бременем, и фактически вот поколение немцев, которые росли после Версальского договора, они росли с сознанием того, что их страну, их нацию унизили, их ближайшие соседи, вот, и, естественно, ну, там, не жажда мщения, но жажда справедливости, наверное, какая-то. Германия говорили о том, что Версальский мир – это не мир о перемирии на 20 лет. В принципе, как в воду глядели, в 1939 году, ровно через 20 лет после Версальского договора, была начата Вторая мировая война. После того, как Россия ввязалась в Первую мировую войну, это ускорило приближение 1917 года, я имею в виду, стало ли это катализатором тех процессов, которые привели к революции? В определенной степени, конечно, да, катализатором стало, но здесь тоже мы находимся в определенном плену стереотипов, которые формировались после 1917 года, о том, что, на самом деле, главная проблема Первой мировой в сознании современников, наших сегодняшних современников, в том, что она у нас, как бы вот, с чего мы начинали разговор, затерта событиями 1917 года, гражданской войной, а первая – это какая-то там некая империалистическая, несправедливая война, в которой вот можно было бы и не участвовать, и все жертвы были напрасными, и она, как бы, вот оказалась стертой. Мы даже вот, ну, в формате там истории, изучении истории, только после 1991 года мы, как бы, стали возвращаться к обсуждению, пониманию, возвращению забытых имен. Случалось вот именно в формате «Первая война – катализатор» событий 1917 года. А вот что происходило в самой войне? Тут-таки четыре года военных действий, и миллионы погибших, да, там, тысячи, миллионы раненых, пропавших без вести. То есть это все, как бы, у нас вот ушло в общую такую, как бы, там, да, абра-кадабра, что империалистическая война несправедливая, и нам можно было в ней не участвовать. Она свои ресурсы задействовала, ну, по разным подсчетам историков, опять же, там, на 10-20%, то есть возможности усилить, там, количество людей на фронте, да, там, подвоз продовольствия, обмундирования, все это было, но, как бы, считалось, что мы в этой войне сможем справиться и с помощью вот таких средств, не прибегая к каким-то дополнительным мерам. В этом формате, опять же, выходят на первый план, наверное, пораженческие настроения в обществе и антивоенная пропаганда, антигосударственная пропаганда, которую развернули большевики. И в этом формате, вот, понятно, что люди, которые 4 года, там, или 3 года находились в окопах, и, опять же, да, особенность Первой мировой по сравнению с теми войнами, которая была раньше, это была позиционная окопная война. И вот те люди, которые 3-3,5 года находились в окопах, и каждый день видели перед собой смерть, страдания, болезни. Ну, наверное, как бы, вот эти мысли о том, что зачем они здесь находятся и с какой целью, если в 14-м году, 15-м году, безусловно, там такой высокий патриотический дух, да, мы там, как бы, за высокие цели сражаемся, то к началу 17-го года, особенно вот на фоне тех кризисных явлений, которые стали проходить в обществе, эти тенденции усилились. И, вот, наверное, катализатором и первоочередным, что ли, таким моментом сложности России это не сколько сами военные действия, сколько вот это неразбериха внутри. Но, действительно, вы знаете, эту тему можно очень долго анализировать, очень много спорных моментов. К сожалению, формат нашей передачи не позволяет, хотя хотелось бы эту тему обсудить более обширно. Но спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо за приглашение, да, такую дату напомнили, да. Спасибо вам большое. Напомню, что у нас сегодня в гостях Александр Юрьевич Манаев, историк. Ну, мы двигаемся дальше. Хронограф – то, чем славен сегодняшний день в ретроспективе. 1 августа 1774 года английским естествоиспытателем Джозефом Пристли открыт кислород. Ученый с помощью линзы направлял солнечные лучи на оксид ртути, заключенный в герметичную колбу. Из-за высокой температуры вещество разлагалось и образовывало свободный газ. Позже химики обнаружили первостепенное значение кислорода в существовании биосферы планеты. 1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской империи, что положило начало Восточному фронту Первой мировой. Суммарно за время противостояния, длившегося 4 года, было мобилизовано более 70 миллионов человек, из которых погибло 10. Жертвы гражданского населения оцениваются в 12 миллионов человек. В этот день, 95 лет назад, учрежден Общесоюзный орден Красного Знамени. Награду вручали за самоотверженность и мужество, проявленные при защите Отечества. Обладателем знака могли быть не только люди, но и войсковые части, корабли, государственные и общественные организации. 1 августа 1936 года родился французский художник-модельер Ивсен Лоран. Дизайнер внес большой вклад в прикладное искусство второй половины 20 века. Известен тем, что ввел в женскую моду некоторые элементы мужского костюма – высокие сапоги, смокинг. Был первым кутюрье, который пригласил темнокожих манекенщиц для участия в показах коллекций. В этот день, 59 лет назад, провозглашена независимость западно-африканского государства Дагомея, колонизированного французами в конце 19 века. В 1946 году страна получила статус заморской территории Франции, а в 1958 – автономной республике. Независимым государство объявлено 1 августа 1960 года. Сейчас оно называется «Республика Бенин». В этот день, в 1965 году, впервые исполнена песня Пола Маккартни «Yesterday», вошедшая в альбом группы Beatles – Help. По данным американских исследователей, композиция признана наиболее исполняемым произведением 20-го столетия. А по версии одного из финансовых порталов, считается лучшей песней в истории человечества. 1 августа 2010 года британские ученые обнаружили подводную реку в Черном море. Придонное течение соленой воды начинается в Мраморном море и входит в Черное через Босфорский пролив, образуя 60-километровый желоб глубиной 35 метров. У подводной реки есть все элементы, свойственные поверхностям, водотокам, берега, пойма, пороги и водопады. Открытие стало важным событием в изучении гидрологии и биологии Черного моря. После Первой мировой войны, после революции появился Советский Союз. И благодаря этому у нас сегодня есть площадь Советской Конституции. Я даже не знаю, где это, если честно. Могу только догадываться, но я думаю, что подробнее нам расскажет Ольга Литвиненко, которая там прямо сейчас и находится. Ольга, здравствуй! Я нахожусь под тенью деревьев не где-нибудь в парке, а на площади Советской Конституции. И неспроста, потому что у меня есть для этого два повода. Во-первых, это пробки, которых сейчас нет. Хочу обратить на это ваше внимание. Пробок здесь нет, но есть явный плотный поток машин. Также заторов здесь не встречается. Ну а что касается второй темы, как я ранее об этом заявила, Хочу заметить, что, и, наверное, все заметили, что наш город стремительно преображается. И, в частности, здесь недавно, совсем недавно, была высажена такая клумба. Как вы можете видеть, ранее были высажены фризантемы, а вчера к ним присоединились цининарии. Также здесь был произведен демонтаж плиты. И все было засыпано грунтом. Также хочу напомнить, друзья, что ранее здесь были высажены розы. За розами, хочу сказать, был должный уход, потому что и сейчас они также могут радовать глаз. Вот, пожалуйста, вот мы пришли к этим розам. Вот, ну, в целом, в целом, к осенью здесь также еще будет высажена порядка 150 кустов роз, которые будут радовать жителей своим цветением до глубокой осени. Хочу сказать о том, что порядка 25 тысяч цветов за этот год было высажено в Симферополе. Как вам такая цифра? Ну, и, конечно же, город цветет, потому что это город-собиратель, это зеленый город. Будет всегда цвести, продолжать радовать нас. Друзья, ну, на этом у меня все. Я с вами не прощаюсь, потому что у меня еще одно включение. Кстати, здесь недалеко я буду уже прогуливаться и расскажу вам тоже интересную, полезную информацию. Студия вам слова. Саш, ну, еще мне хотелось бы отметить, что, представляешь, прошлая неделя оказалась рекордно урожайной вдруг. И что же, какие, какой урожай собрали на прошлой неделе? Ты не поверишь. Двоен, то есть парных детей, которые рождались в крымских городах, аж 7 пар насчитали. В Керчи, Джанко, Ленинском районе, Феодосии, Ялте. По одной двойне в городе Симферополе аж 2. И, кстати, за прошлую неделю было зарегистрировано 200... А, вернее, с 23 по 27 июля, то есть это не прошлая неделя, было зарегистрировано 285 браков. Представляешь? Знаешь, что в результате этих браков очень часто в последнее время стали рождаться дети со странными именами. Надо дополнить это еще. Давай озвучим, действительно, имена и странные, и красивые. Анисия, Демир, Амелия, Алияр, Селимхан, Оливия, Тея, Лира, Аниса. Господи, какие прекрасные имена, не хватает только Альжетты. Ярамир, Николь, Армак, Герман, Таисия и Стефан. Одного Стефана я знаю. Одного Стефана, да, мы знаем. И он, кстати, журналист, корреспондент, наш корреспондент, который работает в программе «Утро», поэтому это имя приносит, можно сказать, удачу. И сразу можно предположить, кем же будет Стефан, родившийся в Алуште в этом году. Наверное. Или спортсменом, или корреспондентом, точно. Может быть, даже будет работать у нас когда-нибудь. А может быть, и то, и другое вместе. Через 18 лет, это точно. То есть Стефан тоже красивое, редкое имя. Но какие его успехи, давайте посмотрим в сюжете нашего Стефана, Стефана Филатова. Аэробные упражнения, гимнастика, тяжелая атлетика, бег, гантели и специальные тренажеры. Все это вместе, по очереди и очень интенсивно. Кроссфит собирает все больше поклонников. Кажется, что заниматься этим выматывающим видом спорта могут только подготовленные атлеты. Однако все чаще кроссфитерами становятся дети. Внимание, разминка. Здесь сжимание, здесь приседание, здесь пресса. Поехали. Приседания, подтягивания, прыжки в длину и в высоту. Несмотря на то, что младшему в этой группе 6, а старшему 13 лет. Для них такая программа нагрузок – обычное дело. Помимо работы с собственным весом, кроссфит предусматривает и тренировки с дополнительным спортивным инвентарем. Делать это можно только с 14 лет. Полине всего 9. Ждать девочка не намерена. Технику выполнения элементов начала осваивать уже сейчас. За три года тренировок Полина освоила базовую программу. Может отжаться 30 раз. Длина прыжка увеличивается день ото дня. А все началось с простого любопытства. Решила узнать, чем занимается в зале сестра. Уже на следующий день девочка вступила в ряды спортсменов. Впечатления от первых тренировок помнит и сейчас. И даже вот эта дорога от дома до тренировки у меня заставляла удовольствие. Сильно устаешь на тренировках? Ну, поначалу да, а потом я уже привыкла и уже не сильно уставала на тренировках. Но все-таки иногда бывает трудновато. Развитие и проработка мышц – это только вершина айсберга. Результат таких комплексных тренировок также всесторонний. Ребята становятся дисциплинированными. Что такое лень – попросту забывают. За это время ребенок изменился физически, ему это нравится, он идет с удовольствием. Меньше времени он проводит в интернет-пространстве. Кроме того, на тренировках дети знакомятся, находят новых друзей. Причем это не просто товарищи, а единомышленники. Кто начинает заниматься спортом с детства, всегда переходит что-то дальше. Кто-то идет по тренажерному залу, кто-то идет в плавание, кто-то в карате. Кто начинает, никогда никто не бросает уже. Основные достижения у этих детей еще впереди. А главное, что развиваясь, работая на тренировках, они изменяются не только сами, но и мир вокруг. К примеру, пообщавшись с ними, решил спортом заняться и я, Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня. Саш, ну вот у нас одни гости ушли, зато другие пришли. А, как говорится, гостей надо встречать хлебом с солью. Правда, этих, скорее всего, встречают чаще всего мячиком. У нас мяча нет с собой, но зато много вопросов, которые касаются футбола, в частности крымского футбола. У меня особенно много вопросов, потому что я, признаюсь честно, никогда не играл в эту игру, ни разу в жизни. А я играла и играю даже иногда и очень-очень даже люблю футбол. И считаю, что это самый популярный вид спорта сегодня у нас в России. Я надеюсь, я не ошибаюсь. Но напомню, что у нас сегодня в гостях Эльдар Яцун, президент футбольного клуба Кызылташ, а также Александр Яцун, президент футбольного клуба Евпатория. Доброе утро. Доброе утро. Традиционный вопрос, как началось ваше утро нового дня? С кофе. Как, а не с тренировки, может быть? Я думаю, что тренироваться должны футболисты, а мы утром пьем кофе. Ну, а вы, наверное, ходили, не знаю, с чем, с плеткой. Как вы своих футболистов тренируете? Как вы заставляете выходить на поле? Нет, у нас все исключительно. Если говорить про футбольный клуб Евпатория, я думаю, коллега добавит, как у них, может, по-другому. Но у нас все строится исключительно на позитиве, поэтому никаких плеток, а только футбольные мячи и все, что нужно для усовершенства, для мастерства футболистов. А сейчас как раз-таки, наверное, позитивное настроение, ведь приближается чемпионат Крыма, он будет уже этой осенью. В сентябре, насколько я знаю. Начинается с 17 августа. А, чемпионат. Да, сейчас уже планируется разыграть и жеребьевку провести. Это именно сегодня? Сегодня, 12 часов дня, будет известен уже ориентировочный календарь, будет понятно, кто с кем играет. Надеюсь, мы с Казалташем первым встретимся. Надеюсь, да, с 17-го числа. Почему у вас такие надежды? Ну, с хорошими людьми, с приятными соперниками всегда приятно встречаться. Эльдар Оливьевич, красивое название команды Казалташ. Почему такое название? Ну, в принципе, мы как бы начинали с Ялты. Краснокамень. Да, да, есть такой поселок Краснокаменька. И как-то мы там начали небольшую команду спонсировать в то время. И потом потихонечку ее раскачали до уровня Крыма, до премьер-лиги. Ну и уже как бы такое имиджевое название уже начинает. Плюс Казалташ, Краснокамень у нас еще и в Судаке есть. То есть, как бы такие крымские названия нам интересны. Но вот вы говорите в пределах Крыма, а все-таки вы скромничаете. Потому что я знаю, что ваши ребята, они выезжали в Турцию, где там участвовали в матче уже с местной стамбульской командой. Да, ездили мы весной в Стамбул. Получили приглашение от одной команды. Команду это же товарищеская игра была. Принципиально было интересно поиграть, потому что в Турции уровень футбола очень сильный. И как бы, во-первых, с ними увидеться. Они очень хорошо нас приняли. Ну и плюс выезды командов для футболистов. Это тоже очередной какой-то шаг, интерес, развитие крымского футбола. Очень, ну, как бы, от этого будет зависеть. Александр Дмитриевич, а как вы оцениваете уровень футбола? Если мы говорим про чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза, который сейчас проходит и пятый сезон у нас стартует 17 августа, то я думаю, что за каждые из этих пяти лет мы делали маленький шаг вперед. И буквально во всем это касается и спортивного непосредственного мастерства, это касается инфраструктуры, это касается организационных вопросов. То есть все чему-то учатся. Вот интересно, в плане инфраструктуры что меняется? Ну, смотрите, я не буду говорить за всех, скажу про их по Туре. Если вы там давно не были, то заедьте на улицу Интернациональная 162Б, там располагается спортивный комплекс «Арена Крым». Это на сегодняшний день, я думаю, что и коллега подтвердит, лучший спортивный комплекс не только Крыма, но и, наверное, один из лучших в России. И еще совсем недавно этого не было вообще. На месте степи, где люди всегда только лишь собак выгуливали, возник такой красавец. Но ребята там тренируются? Там они понимаются? Ребята там тренируются, и скажу вам скиф в Крыму, который тоже потихонечку-потихонечку развивается. Сегодня он является притяжением футбольных команд. Жизнь кипит. Вот и Казалташа, еще две команды там сейчас проходят подготовку. Стартующему чемпионату. Я думаю, что совсем скоро пройдет реконструкцию в Алушке футбольный центр. Поэтому все потихонечку развивается. И самое главное, возникают футбольные поля для детей, для занятия футболом детьми. А если дети будут заниматься футболом, то, значит, и дальше мы будем развиваться. Да, вот сегодня, к сожалению, у нас нет возможности привлекать легионеров. Хотя, не знаю, может быть, это наоборот плюс? Конечно, большой плюс. Нашим ребятам есть, что показывать, что доказывать. Поэтому на футбольном поле сейчас все для них. Как говорится, мяч у них в ногах, дальше будет зависеть от каждого из них. Кто хочет, тот пробьется. И наши ребята, те, кто чего-то достигают, будут получать возможность идти выше, заниматься футболом на более высоком уровне. И это здорово. Ну, здесь я бы все-таки, знаете, такую, наверное, какую-то печальную нотку внесла. Потому что ребята, действительно, они хотят расти, они хотят достигать какого-то высокого уровня. Но, тем не менее, сегодня у них нет возможности выезжать за пределы Крыма и соревноваться, допустим, со сборными, ну, даже, например, тех же российских городов. Ну, смотрите, у нас такая великолепная атмосфера. И сегодня утро хорошего дня. Давайте говорить о хорошем. Не будем о плохом. Поэтому я думаю, что, да, вы действительно очень болевую точку правильно определили. Это очень глубокий вопрос. Он обсуждается и президентом Крымского футбольного союза на разных уровнях до самого высокого. И я верю, что совсем скоро этот вопрос тоже будет решен. Очень много внимания футболу уделяется. Я думаю, вы подтвердите это. Действительно ли это игра имеет какое-то большое социальное значение? Вы даже недооцениваете значение футбола. Вот я хотел бы вас попросить раскрыть это. Я ничего более интересного в плане спорта и общедоступного еще не придумываю. Футбол это действительно игра миллионов. Это и спорт, и шоу-бизнес сейчас, и политика, к сожалению, или к счастью, я уж не знаю, как говорить. Это все, это все аспекты нашей жизни. Футболь сосредоточен на эти 90 минут, когда соперники сходятся на поле. Накал страстей таков, что футбол это все. Вы знаете, на самом интересном я вынуждена вас прерывать. Действительно, о футболе можно говорить часами, но что говорить, лучше все-таки видеть. Тем более, как мы уже сказали, чемпионат Крыма начинается уже в скором времени. Я думаю, на всех площадках Крыма можно будет увидеть наших футболистов, играющих и, конечно же, сражающихся за победу. А я напомню, у нас сегодня в гостях Эльдар Яячик, вице-президент футбольного клуба «Кызылташ», а также Александр Яцун, президент футбольного клуба «Евпатория». На этом с вами прощаемся, а вот вам предлагаем посмотреть нашу следующую рубрику. Уфологи уже хотели зарегистрировать новое НЛО, но оказалось, что это местный житель запускает в небо воздушных змей в причудливых форм. Творчество китайца стремительно набирает популярность в социальных сетях. Ураган из саранчи «Нет» — это не сцена из фантастического фильма. Обычное лето неподалеку от Лас-Вегаса. По дороге домой мужчина попал в настоящий смерч из насекомых. Вредители были буквально повсюду и успели попасть даже в сам автомобиль. Выбраться из передраги целым и невредимым оказалось не так просто. За дело берутся виртуозы. Действия этих ребят подтверждают поговорку. Дело мастеров боится. Их движения настолько слажены, что мощение дорожки превращается в настоящее представление. При этом скорость работы нисколько не сказывается на качестве. Природа диктует свои порядки. Огромная волна чуть не смыла отдыхающих на одном из пляжей Рио-де-Жанейро в Бразилии. Большая вода сметала все на своем пути. На кадрах видно, что отступивший океан оставил за собой настоящий хаос. Опасный груз в аэропорту Северного Таиланда случилось в ЧП. Девушка двигалась в зону регистрации, когда из-за ее рюкзака пошел дым. Испуганная женщина швырнула багаж на землю и бросилась прочь. Причиной возгорания стала фортативная зарядка. Данный случай наглядно показывает, почему не стоит отправляться в путешествие с аккумуляторами большой емкости. Самый быстрый пит-стоп. В прошедшем гран-при Формулы-1 в Германии был установлен новый рекорд по скорости обслуживания машин. Время составило почти 2 секунды, что в итоге и позволило команде одержать победу. Саш, ну хочу тебе напомнить, что вчера прошло заседание Совета Министров Республики Крым в Керчи. И продлилось оно рекордное количество времени. 6 часов. Хотя я бы даже сказала почти 7. Ну еще бы. Ведь в прошлый раз, когда там проходило в этом городе заседание, на город было выделено 60 миллионов рублей. О том, как их освоили и, в общем-то, и разбирались политики. Действительно, огромную сумму выделили тогда. И, как выяснилось, сейчас проблемы еще не решились. Их осталось огромное количество. И даже Сергей Валерьевич сказал, что, скорее всего, мы проведем повторное заседание в этом городе. Потому что неожиданно много оказалось там вопросов. Но, а что касается Симферополя? В Симферополе тоже есть проблемы. Есть какие-то положительные сдвиги. Поможет в них разобраться наш корреспондент Ольга Литвиненко, которая готова с нами связаться сейчас прямо. Ольга, добрый день. Друзья, прогуливаюсь я по Симферополю в тени деревьев, так сказать. И я хочу заметить, что прохладно довольно-таки, но немного жар. И совсем недавно здесь я познакомилась с замечательными людьми, замечательными ребятами, которые приехали на бархатный сезон в Крым на отдых. Друзья, здравствуйте. Привет, привет. Привет. Хочется передать привет Морозному Екатеринбургу, где сейчас синоптики регистрируют погоду 12 градусов. И всем тем местным жителям, которые уже проживают здесь в такой чудесной солнечной погоде. Даже можно загореть и отдохнуть. Алена, привет. Расскажи, пожалуйста, откуда ты приехала? И куда вы собираетесь? Какие места вы хотите посетить в Крыму? Мы приехали из Екатеринбурга, как вы уже поняли. И у нас будет поход от Четвердага до Карадага. А сколько дней он будет длиться? Две недели. Две недели. Мы увидим красивую природу Крыма. Мы ожидаем увидеть красоты, горы, покупаться в море, позагорать и находить тысячи километров по красивой природе. В общем, самое главное это прогулки по природе в комфортной температуре, а не то, что ты мерзнешь. Потому что ты можешь ходить в шортиках, маечки, делать прекрасные фотографии, пейзажики. Даже что-то потом в Инстаграм можно выложить. Это не то, что там завалило снегом в мае, допустим. Обычно у нас такое бывает частенько. И потом не кайфанешь. Друзья, спасибо большое. Мы желаем вам прекрасного отдыха. Но я надеюсь, что крымчане будут продолжать ценить наш климат, наш любимый край. Также ходить в походы, горы, купаться на выходных и просто отдыхать. У меня на этом все. Студия вам слова, друзья. Саша, ну что ж, стоит напомнить, что совершенно недавно нашей площадкой служил Тарханкут. Тарханкут, да, и вообще село Оленевка, где проходил Экстрим Крым. А сегодня у нас совершенно новая площадка. Абсолютно верно. Мы меняем декорации, как перчатки. И как если раньше были волны и море, и золотой песок, то сейчас панорама славного города Симферополь. Действительно, это так. Мы вещаем, самое главное, не просто откуда-то с неба. Мы вещаем с крыши жилого дома, жилого комплекса Альфа, за что большое спасибо нашим партнерам. Да, но я хотела сказать, что не просто так вдруг вспомнила Экстрим Крым. Дело в том, что все мы думали, что на этом было. 16 августа начинается новый фестиваль. Крымская волна Тарханкут. Как говорится, встретимся на том же месте. Там будут представлены различные виды спорта, как на суше, в воде, в воздухе. И опять-таки, абсолютно все, как любители, так и профессионалы, могут себя попробовать в этих видах спорта совершенно бесплатно. Ну, а сейчас, Саша, ты, наверное, почувствуешь себя совершенно старым, потому что я тебе озвучу, какие музыкальные исполнители там будут выступать. СТ, Саша Круглова, Мохито, Шувал, в общем, известные молодежи. К сожалению, никого не знаю, но, безусловно, это мероприятие следует посетить, потому что там будет весело, интересно. И там будет лонгборд. А вот что это такое, предлагаем посмотреть в следующем сюжете. Суетливый ритм современных, больших городов. Пыль, жара и пробки. Вынудили спортсменов-адреналинщиков опуздать ту самую стихию экстрима. И приспособить ее для плавного и комфортного катания по городской среде. Я говорю про лонгбординг. Поехали, разберемся, что это за рыба такая. Выросший из серфинга лонгбординг теперь является самостоятельной и популярной дисциплиной. Возможность развивать большие скорости превращает увлечение в настоящий экстремальный вид спорта. Несмотря на обилие разнообразных стилей катания, самым популярным был и остается крузинг, простая езда по городу. Так называемый мягкий экстрим. Если мы используем его в качестве передвижения по городской среде, то тогда это вполне безопасно, если ты внимателен и не нарушаешь технику безопасности. Простое увлечение со временем может вырасти во что-то более экстремальное. На доске можно как спускаться с крутых холмов, так и выполнять опасные трюки. Тем более, что ограниченная уличная площадка очень скоро становится тесной. К сожалению, инфраструктура Симферополя налажена не лучшим образом, поэтому перемещаться на доске именно из точки А в точку Б – это не совсем удобно. Неудобные маршрутные развязки, барьерная среда. Все пешеходные дорожки, они узкие и чаще всего не в наилучшем состоянии. И просто разминуться с пешеходом становится невозможным. И все же, почему доски настолько разные? Вот есть, скажем, классический тип – рыбка, как у меня. Но есть и совершенно другие. Например, доски типа «твин». Ключевую роль играет как форма самой доски, деки, так и тип установленных шасси, траков. Лонгбордисту всегда приходится чем-то жертвовать, обменивая устойчивость на маневренность, а скорость на прочность. Начинающим спортсменам лучше всего остановиться на классике. Впрочем, как и всегда, вкус играет решающую роль. Покажи, какая больше понравилась. И на ней покатаемся. Вот это, да? Непростое в освоении хобби набирает все большую популярность. И неудивительно. И все же, несмотря на любые препятствия и преграды, лонгборд является достаточно комфортным, а главное, что быстрым способом перемещения по городу. Хотя есть люди, не разделяющие эту точку зрения. Александр попробовал свою доску, но пришел к противоположному мнению – лучше пешком. Вот мы и решили устроить соревнование. Я поеду на доске, а Александр пойдет пешком, огибая все препятствия, скажем так, своими двумя. Финальная цель – вечный огонь. Сейчас и узнаем, кто приедет первым. Ну что, удачи! Погнали! Низкий старт, и я впереди, но это еще не залог победы. Дорога, казалось бы, гладкая, но нет, крупная зернистость. Ноги трясутся, ехать дискомфортно. Статистически доска движется в два раза быстрее человеческого шага, если не брать в расчет препятствия на пути. Ну, что и требовалось доказать. Полторы минуты. Победа! В освоении городской среды самое главное – комфорт и удобство. Лонгборд однозначно сэкономит вам время, но не стоит забывать про экстремальную составляющую катания. Главное – не бояться и пробовать что-то новое. Артем Андроновский, Максим Турчев. Утро нового дня. Ну что ж, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Эти два часа благодаря вам пролетели совершенно незаметно. Спасибо, что были с нами, а встретимся уже завтра. Мы не прощаемся, а до новых встреч, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...